Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы заканчиваем чтение и изучение книги пророка Варуха. И сегодня мы читаем последнюю главу этой книги, главу пятую. Как в предыдущей, в четвертой главе, мы видим, как Иерусалим собеседует со своими чадами, детьми, которые покинули его, будучи уведенными в рабство. И в конце четвертой главы говорится о том, что они вернутся во славу Иерусалима. Пятая глава начинается словами, которые обращены к самому этому Иерусалиму. Иерусалим – это образ церкви. Иерусалим, сними с тебя одежду, плача и озлобление твоего, и оденься в благолепие, славы от Бога навеки. Иногда действительно мы, христиане, одеваем мы все-таки мрачные одежды, плача, озлобление. А нам надо одеваться в благолепие, в славу, радость и веселье. Потому что именно за то, что евреи исполняли закон Божий без радости и веселья, как сказано в книге Второзакония, за это Господь их и согнал с их земли. Далее идет обращение к Иерусалиму. «Облекись в одежду правды от Бога, возложи на голову твою венец славы вечного, ибо Бог покажет всей Поднебесной славу твою». То есть, когда церковь укрепляется в благодати, величие славы церкви становится известно всем Поднебесами. «На век наречется от Бога имя тебе» – и вот здесь как бы имя Иерусалиму, а это образы церкви – «мир правды и слава благочестия». И мы знаем новозаветное определение, что такое церковь – столб и утверждение истины, тело Христова. Пятый стих. «Встань, Иерусалим» – то есть, поднимись, народ Божий, церковь – «и стань на высоте», то есть, не живи земным, плотяным, а выстрои правильную иерархию ценностей. «И обратись на восток», то есть, откуда восходит солнце, «и посмотри на детей твоих, собранных с запада солнца до востока, словом святого, радующихся о Божьем воспоминании о них». То есть, приободри тех, которые возвращаются в твое лоно, в лоно церкви. «Они вышли от тебя пешие, будучи ведомы врагами, бесы уводят людей из церкви, в рабство ересям, расколом. Они вышли от тебя пешие, будучи ведомы врагами, а приведет к тебе их Бог, возносим их со славою, как царских сыновей». Когда они отвергнут дух ереси, заблуждения, раскола, и вернутся в церковь, церковь будет радоваться о них, как о спасенных царских сыновьях. «Ибо Бог определил, чтобы всякая высокая гора и вечные холмы понизились, то есть, чтобы смирить гордость врагов церкви, а долины наполнились для уравнения земли, чтобы выправить путь перед святыми, чтобы Израиль шел твердо со славою Божию. А леса и всякое благовонное дерево осеняли Израиля по повелению Божию, чтобы из лесных рощ разносился аромат, чтобы благовонные деревья осеняли народ Божий благоуханием. «Бог будет с радостью предводить Израиля светом славы своей, с милостью и правдою своей». Предводить Израиля, то есть руководить народом своим, направляя его из веры в веру, из силы в силу, из благодати в благодать, чтобы духовный рост не пресекался бы и не прекращался бы. И жизнь церкви, которая начинается в этой земной жизни, чтобы она имела бы продолжение и в небесной вечной жизни, ибо в нашем понимании церковь, она едина, хотя условно и делится на земную, которая называется странствующая, или воинствующая и на небесную, торжествующую, где слава и ликование спасенных чад Божьих из века в век не прекращается.